В рамках Единого дня безопасности сотрудники МЧС в интерактивной форме проверили знания будущих спасателей, учащихся средней школы номер 16. Для ребят была организована целая программа с конкурсами, викторинами, музыкальными номерами. Все по теме правильного обращения с огнем, азам грамотного использования приборов в быту и поведению при чрезвычайной ситуации. Максимально полно и интересно. И это важно, ведь только обратив все внимание подростков на проблему, можно найти пути ее решения. Актуальность проведения данных мероприятий подтверждают цифры статистики. На сегодняшний день в городе Бресте уже зарегистрировано 14 пожаров в этом году. В прошлом году за такой же период зарегистрировано 9 пожаров. В этом году, к сожалению, погибло уже 2 человека. А значит, такие мероприятия необходимо проводить и не только с детьми, но и в трудовых коллективах. Также наши работники работают в трудовых коллективах. И на субботу у нас запланировано мероприятие на открытой площадке возле торгового центра ЦУМ. Встречи с сотрудниками МЧС для ребят 16-й школы давно стали чем-то привычным. Благодаря развитию системы классов профессиональной направленности, в программе обучение у юношей и девушек профильные предметы и обязательный факультатив по основам безопасности жизнедеятельности. Много времени школьники посвящают походам на объекты МЧС, изучению различных спортивных дисциплин, связанных с пожарным делом. А потому они всегда готовы показать свои знания и умения. Нам очень интересны любые встречи со спасателями, потому что любое общение – это опыт для наших учащихся. Они общаются непосредственно с теми, кто спасает жизни людей. И данное мероприятие в рамках недели безопасности, оно дает нам возможность еще больше научить детей организовывать свою деятельность и не допускать ошибок. Конечно же, это мероприятие, оно и познавательное, и развлекательное. Это зависит от возраста наших детей, 5-й, 7-й класса. Единый день безопасности объединил большое количество учреждений образования всей страны. Школьники могли задавать интересующие их вопросы и получать компетентные ответы из первых уст. Как правило, подобные встречи становятся хорошим элементом профориентации. Возможно, кто-то из этих маленьких участников задумается о будущей перспективной карьере на страже безопасности. Продолжение следует...